У нас сегодня двойной праздник, потому что я еще и представляю лейбл «Геометрия», который выпустил новый альбом аукциона «Юла». Это праздник, конечно, существенно больше для всех нас, потому что в последнее время, конечно, чуть чаще, но в целом все равно не часто выходит новый альбом у такой, наверное, не повыситого слова, великой группы. И я счастлив, что лейбл, к которому я имею честь в данном случае иметь отношение, «Геометрия», уже второй альбом аукциона выпускает, в какой-то мере способствует его выходу. И альбом, если кто не слышал, а я думаю, что большинство из вас его еще не слышали, получился замечательный. И поэтому действительно можно это событие назвать праздником. Чуть-чуть забегая вперед, а в мою миссию входит рассказать программу нашего сегодняшнего мероприятия. Скажу, что, если кто не прочитал на сайте, мы договорились с директором группы, Сергеем Васильевым, который здесь присутствует. И я надеюсь, пару слов скажет, что мы эксклюзивно имеем право сегодня вечером, до начала официальных продаж, а не только завтра стартуют, продать 50 дисков. У вас здесь немножко больше, но уж извините, вот так договорились, как договорились. Поэтому, тем не менее, если кто не купит, ничего страшного, завтра спокойно купите, послезавтра он здесь все будет продаваться. Это просто, так сказать, право первой ночи и заодно подписать у музыкантов, что тоже не каждый день происходит. В Москве они, конечно, бывают, может быть, не так часто, как хотелось. Ну, я думаю, представлять музыкантов не нужно, я чисто формально это сделаю. Олег Горкуша, лицо группы. Наверное, так можно его назвать. Дмитрий Азерский, автор большей части «Раза Вечерска». Михаил Коловский, как обычно, бедистый птиц из клуба. Но на самом деле, и я открою секрет, может быть, кто не знает, в группе его называют «Молодой». Но на самом деле, уже давно его так называют, потому что группа у нас легендарная. И я очень рад, что именно эти три музыканта у нас сегодня присутствуют. Я поясню, почему это так. Мы могли настоять, что он был и Федоров, но, во-первых, завтра, вы знаете, наверное, в клубе «Арена» будет концерт с презентацией этой программы. И Леонид волнуется, готовится. А во-вторых, он у нас здесь играл. И в-третьих, он не был, вернее, на борт он был, а вот наши сегодняшние гости не были на пресс-конференции, которая была посвящена первому прослушиванию альбома. И вот поэтому сегодня они смогут ответить на вопросы и журналистов, и мы так договорились, что и любых желающих. Это открытая пресс-конференция. Тех, кто сюда пришел, на те вопросы, которые не прозвучали, соответственно, нигде в прессе, ни в интернете на них ответов нет. По секрету вам скажу, я когда-то, когда было прослушивание для пресс предыдущего альбома «Девушки поют», который мы издавали, был очень приятно удивлен, как интересно Дима Азерский отвечает на вопросы, которые мы задаем. Это я такую подсказку для журналистов даю. Ну, про Лего и так знают, что он интересный, а вот Дима в этом смысле человек менее публичный, а жаль. Поэтому я вот рекомендую. Второй праздник у нас чистого магазина, у нас открытие сезона культурных встреч. Некоторые из вас не знают. Мы вообще-то по воскресеньям, каждое воскресенье в сезон делаем перерыв на лето, но и немножко на Новый год. А так каждое воскресенье в 5 до 8 вечера у нас подобного формата, ну, может быть, не такого высокого формата, но все-таки всегда очень интересные встречи. Такой формат типа квартирника, когда можно с музыкантом пообщаться и послушать. Иногда, ну, как всегда, надеюсь, поговорить, это неформальная часть. Поэтому, кто еще не был, заходите на сайт Дом культуры, смотрите и, думаю, не пожалеете, если посетите наши мероприятия. Я их анонсирую. Обычно мы на месяц вперед знаем, и сейчас на ноябрь они нам, даже на ноябрь уже известны, но про ноябрь я говорить не буду, а про октябрь расскажу. Значит, вот в это воскресенье у нас первая такая плановая встреча, у нас презентация книги, ну, как она, не книга Башлачева, но книга, посвященная Александру Башлачеву, называется «Ставшие ветром». Там многие его знакомые, многие, ставшему ветром, точнее, да, многие просто любители его творчества, так или иначе пытались свои чувства донести. Вроде бы будет несколько поэтов, несколько музыкантов, которые... Книжка интересная, она, кстати, у нас продается, но вот с авторами и с создателями книги сможете познакомиться в воскресенье. 16-го такой достаточно интересный русский блюзмен Дмитрий Левгут, не буду подробно распространяться, адресу и к сайту. 23-го, это все воскресенье, у нас, на мой взгляд, довольно интересный проект. Это видео, презентация фильма «Собаки бешеные». Это фильм, который музыкант Евгений Куземин снял, ну, не то что по мотивам, а практически по сюжету, по сценарию «Бешеных псов» Тарантино, но на русской почве. Ну, вот я посмотрел отрывки, смотрел трейлер, по-моему, должно быть завлекательно. Я вот сам с нетерпением этого жду. 30-го у нас для меня до этого неизвестный человек, известный как Георгиевич, но когда я посмотрел, что он написал, то такое ощущение, что практически половину текстов русских рок-групп, ну, может быть, если откинуть Диму Азерского, то написал вот «Товарищ Георгиевич». Поэтому, но он, тем не менее, сам еще и музыкант, журналист, достаточно интересный человек, думаю, будет интересно. И только одно ноябрьское мероприятие я анонсирую. 20-го ноября у нас, ну, только это для любителей, у нас традиционный кубок издательства геометрии по настольному хоккею. Если кто умеет и любит это дело, то, ну, он так как бы анонсируется для музыкальной общественности. Он, мы уже думали, что, может быть, не получится, но пока получается ежегодно, это третий кубок. Ну, пожалуй, тут я смотрю, несколько заинтересованных глаз есть, поэтому я просто скажу для них, что у нас чемпион, который два раза был, Сергей Гурев, в этот раз он у нас главный судья, поэтому интрига, все-таки, надеюсь, будет. А то он и опять бы выиграл, это было бы неинтересно. Вот, еще, я уже коснулся мероприятий геометрии, должен анонсировать присутствие группы. Второго декабря, это не скоро, но тем не менее. Рейбл геометрия 10 лет. Мы по этому поводу решили устроить мини-фестиваль. Наконец, мы определились с местом, это клуб Хлеб. Наверное, многие знают, там было такое значимое мероприятие в поддержку Троицкого. И вообще клуб с хорошим потенциалом, пока недостаточно раскрученный, но неплохой. И поэтому нам он в итоге понравился. Второго декабря, ну, конечно, у нас там будет аукцион. И еще музыканты, которых издавала геометрия, так или иначе. Это Выход, Иванова, Неседор Вежливый отказ, Ночной проспект. Наверное, будет Хроноп. Мы, вот Хроноп как Хроноп не издавали, но издавали их сайт-проекты. Более подробно распространяться не буду, смотрите на сайтах. И сегодня. Да, вот я немножко лишнего. Хотя, наверное, за 5 минут я не вышел. Я еще хотел бы дать два коротких слова главному продюсеру Лейблогеометрии, Вадиму. Вот он стоит за камерой. И директору группы аукционов Сергею Васильеву, который тут тоже где-то находится. Вот он. У дверей скромно стоит. Ну, наверное, он сможет сюда выйти и сказать пару слов. Значит, это потом, вот то, что я назвал открытой пресс-конференцией. Я надеюсь, что у нас займет полчаса, чтобы никого не утомлять. Поэтому готовьте все свои вопросы, чтобы это было динамично, интересно. Потом у нас вот там, так сказать, скромненько стоят девушки. Это замечательная группа, которая называется «Дамские пальчики», «Струнный квартет». Они приехали из Нижнего Новгорода. И почему? Не все знают. Я тоже не знал, скажу честно. Они в свое время записали целую программу, вот именно для «Струнного квартета», песен аукциона. И поэтому сразу, вот как только закончим пресс-конференцию, вот у нас в этой тесноте, ну, как-то они там расположатся. И они очень волнуются, им очень интересно мнение музыкантов группы, живьем, как они будут звучать. Поэтому я вас прошу тоже сосредоточиться, чтобы этот процесс он свое получил. Но мы их попросили первую часть сделать не очень длинной, 20, ну, максимум 30 минут. После этого мы заканчиваем вот эту, так сказать, часть с болтовней. И у нас вторая часть важная. Начало продаж дисков. Как я сказал, продадим 50 ровно, сможете их подписать. На это у нас отводится час, поскольку праздник, да и вообще по нашей традиции, будет возможность выпить. Мы от заведения ставим вот туда самовар с лодкой. Это такая некоторая аллюзия на чайник вина. Вот, ну, какая-то закуска. То есть, поскольку праздник, так праздник. И потом, ну, вот в 10 у нас музыканты уедут. И, тем не менее, девушки, я надеюсь, нам еще поиграют. Кстати, рекомендую звук мобильных телефонов выключить. Потому что мы все пишем, все, что будет интересно, выложим в интернете. Думаю, что... Вот. Вроде я все, что хотел... А, вот, нет, еще один подарок хочу озвучить. Сегодня, поскольку праздник, то всякому хоть что-нибудь купить в этом магазине, мы вручаем вот такой вот сертификат на 5-процентную скидку на следующую покупку. Вот. Поэтому давайте мы послушаем, что скажет нам Бадин Ульянкин, главный продюсер лейбла Геометрия. Маленький чайничек. Работает. Лавный продюсер. Постарайся быть максимальной вкладкой. Спасибо. Так получилось, что на самом деле с группой аукцион наши пути практически не расходятся на протяжении всей истории лейбла вообще. Достаточно вспомнить, что первая классинка, которая, наверное, была выпущена, это сольная работа Леонида Федорова «Люлова-Дима». И так или иначе, с достаточно регулярностью мы возвращаемся к космосотрудничеству. И нам кажется, он был вполне успешным. Выходил сборник клипов на DVD, и замечательные пластинки девушки поют. И вот, наконец, случилась ела. Говорить про нее, про эту работу я вообще не буду, потому что надо слушать, причем не по одному разу. Я, например, наверное, раза с пятого стал просто вообще фанатом. А первый был прослушанник, был просто так осламлен и не мог для себя вообще сформулировать, что же я такое услышал. Смотря на то, что Леонид Федоров на пресс-конференции, которая с первого прослушания говорила, что самая легкая работа, я думал, что это совсем не так. И она, может быть, внешне легкая, но там очень много тяжести, очень много хвостов, очень много звука. И мне кажется, что с первого раза по достоинству оценить это будет довольно непросто вообще никому. Поэтому я искренне за вас всех радуюсь, потому что у вас еще вот это все предстоит. И я думаю, что вы испытаете настоящий катарсиск, когда вы в нее въедете, в эту пластинку. Затим, собственно, и закончил свое короткое выступление. Все релизы, которые у нас выходили здесь, они присутствуют, рекламная пауза. Лиловый день, и сборный клипов, и девушки поют, и концерты, и так далее. Трудно, на самом деле, так оценить. И десятники десят тут нас людей. Я думаю, что те, кому вдруг сегодня им не хватит пластинки, она завтра в 12.00 в месяц открытый магазин вас ждет. В паке приводите друзей, посылайте к нам сюда. Мы будем к ним всегда рады. Спасибо. Сергей Васильев, директор группы. Я так понимаю, что все пришли все-таки купить пластинку, поэтому я вообще очень коротко скажу одну фразу. Пожалуйста, не выкладывайте альбом. Мы его выложим сами. Но поймите, это прерогатива группы. Право выкладывать или не выкладывать, решают все-таки музыканты. Вы покупаете диск, это ваш диск. Выкладывая его в интернет, вы дарите не свой диск, а вы дарите наше творчество. Может быть, надо за это вам сказать спасибо, но не получается. Поймите, вот этот ход, он мешает. Поэтому, если вы хотите кому-то что-то подарить, подарите диск, купленный сегодня. Вот и все. Это будет честно. Я еще один технический момент. Виолончель надо там передать. И все. С этим начинаем пресс-инференцию. Прошу ваши вопросы. Здравствуйте. Меня зовут Олег Наркушенко. Кто не знает. Меня просто с организатором. А почему? Кто решил, что 50 дисков, или не 40, и не 52? Чья это затея такая интересная? Потому что я считаю, что если здесь, допустим, купить 52 и 53, и человек, который не доставится, нам будет крайне обидно, если это не произойдет. Я считаю, что нужны все те люди, которые пришли сюда, они все должны получить подвеску. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Второе. Значит, у нас директа я первый раз слышу, что мы играем 2 декабря. Сергей, опять ты шалишь. Нет, просто я всю информацию, вы знаете, вы смеетесь, а я не смеюсь, потому что я иду по улице, мне говорят, ты знаешь, что у тебя завтра концерт? Ну, я так утрирую, конечно, но такое бывало очень много раз. Завтра это в декабре или еще? Да, или еще когда-то, я... Сергей, это не может такого, что у меня концерт, нет, на самом деле, всегда. Потому что у нас директа Сергея Васильевна, конечно, замечательный, хороший, добрый человек, но крайне не четкий. А я человек четкий. Я вам не знаю, просто волшебный или не волшебный, но я четкий человек. Поэтому я вижу, что вот раз, и сам сделаю, и все, и так далее. Все, я, может, пойти не буду. Может, а может, пойти? Зима у нас очень много раздовольствовала, вчера были в нашем рейде, я чувствовал для этого, в кавычках, конечно, гумора. Здравствуйте. В таком стиле вот вчера дала вам праздник. Все. А вопросы, да, вопросы, понимаем, колоски у нас тоже говорливые, что наши. Добрый вечер. Хочешь что-нибудь смотреть? Здрасте. Давайте, для затравки у меня не то чтобы вопрос, я-то ответ примерно знаю, хотя не до конца. Я, собственно, об этом не сказал. У нас альбом, не все знают, вышел сразу двух дизайнов. И, опять же, тут и я могу сказать, что мы от группы получили сигналы противоречивые. То есть, некоторым нравится один, некоторым другой. Он сказал, что пополам группу разделилась, он сказал, что всем один нравится. В итоге мы, ну, поскольку тоже относимся серьезно к этому делу, решили, ну, раз есть споры, издадим сразу в двух вариантах. И, поэтому, может быть, об этом не известно, диск так и вышел. В двух сразу дизайнах. Они абсолютно равноправные. Ну, а дальше дело вкуса, кому какой выбирать. Содержимое внутри, я имею в виду музыки, одинаковое со всем. А вот дизайн, ну, может быть, в одном есть еще фотосессия с, собственно, записи альбома. В другом ее нет. Таково было пожелание конкретно Леонида Федорова. Вот, тем не менее, вопрос. На самом ли деле так равномерно распределились голоса, или все-таки были предпочтения какие-то? Я, наверное, расскажу. Моего мнения вообще никто не учел, потому что мне понравилось поравление Гавриила Лугнина, которого нет вообще. Вот, мне не нравится больше, что Молева. И, ну, в принципе, минус еще более-менее я, как бы, спокоен. Да, но он не художник, он дизайнер. Вот, и самое еще интересное, мало кто знает, только я знаю, может, и... Я не слушал ни альбома, не видел ни клипов, но, опять же, благодаря нашему великому директору Сергея. Потому что два дизайна, я узнал вчера, меня об этом спросили на радио. Опять же, благодаря себе и... Это директору. Это сейчас просто директор. Опять же, это разговор о четкости дадим. Почему два дизайна не смог объяснить? Потому что их действительно было два, и показывали и тот, и другой, но всем показывали, ну, как, по раздельности. И поэтому трудно сказать, как раздельность мнения. Чтобы вы не думали, что я прячусь до вашими спинами, рассказываю историю. Действительно, как бы, вот, было несколько дизайнов, порядка, там, восьми, наверное, или девяти. Выбирали обложки, и минусская картинка, она такая по... Надо показать. Я бы сказал бы, конечно, по общему мнению, но Олег ее, например, не воспринял, а Дима, как я понимаю, не видел. Но она дышала, и всем показалось... Не надо, Дима. Что ты дышала? Ты в космонавте видел, это 15 июля. Ну вот. Я вторую. Обложка Артура Молева, она, собственно говоря, такая уже более-менее привычная для аукциона. Можно, конечно, назвать это стилем аукционовским, потому что это и Анна Бена, это и... Ой, забыл. Неважно. Я покороче. По короче. Мнения разделились. И решили, что пусть выбирает геометрия. И геометрия собрала консилиум в количестве восьми человек, у которых мнения разделились четыре на четыре. Ну и после этого, собственно говоря, и решили выкладывать в интернете. Я, конечно, выложил на Facebook обе обложки и просто посмотрел на реакцию, на вашу реакцию, да. И ваша реакция оказалась такая 80-20 в процентном соотношении. Но в конечном итоге выбирать все равно вам. Все. Я больше не молчу. Ну что? Никому ничего неинтересно, все же дни их ждут. Вам самим-то какая нравится больше обложка? По очереди. Ну вот я уже сказал, что мне не нравится ни одна обложка, вот так, чтобы, да. Когда я видела, было просто предложено на нашем концерте, действительно, в Космонарте, было несколько вариантов обложек, в том числе и вот тот художник. Я понимаю, что он мой друг и так далее, но я считаю, что он очень хороший художник, даже не хороший, а гениальный. Это Гаврил Лупинин. Вот, был и Гаврил Лупинин, да, но, к сожалению, вот почему-то никто на меня отреагировал, хотя Дима Озенский вообще как бы лучший друг и Леонид Федоров в том числе. Вот, но мне просто вот, ну, не только эти обложки, ну, какие-то они такие, для меня какие-то не обложки. Мне понравились обе обложки, наверное, та, которая мне, в Космонарте, понравилась немножечко больше, потому что там есть, ну, может, это незаметно, скажем, на обложке, как сейчас, там есть некий эффект, то есть эти круги, они движутся, если на них присмотреться, они дышат. Вот, может быть, на печати это как-то не так сильно заметно, вот, вообще, такой вопрос происходит, такой скрытый пульсации, скрытый движение. Может, поэтому они более точно. Вообще, у всех художников, у всех там восьми или сколько там людей рисовали, не была очень сложная задача, вот, потому что, как Олег до сих пор не слышал о альбоме, да, так они должны были рисовать обложку, тоже не слушая. У меня вопрос. Коллегу и Дмитрию, такой, ну, скажем, лично творческий вопрос, мне всегда очень хотелось бы у вас, у вас, у авторов текстов, спросить, кто для вас из поэтического мира является вот таким вот, ну, не ориентирным, вдохновителем. Ну, я по молодости очень сильно увлекался поэтом Серебряного века, но не Веденский и Хлебников, а Харус, Кузьмин, Ходосевич, Волошин, где же там, в таком плане. Чуть позже, это Светлана Микшена, Игорь Корки, ну, Эльф Тушенко-Воднесенский, там, в современном, Рождественском, вот, таком плане. Ну, у меня, например, тот же набор, только любимый поэт Пастернак, а потом уже пошли вот, то, что, то, что перечисло лет, Веденский, Ходосевич. Я так и думаю, что Амагат растет из классики всегда, не бывает наоборот. Спасибо. Ну, просто, Маш, так и осталось. Ну, я еще добавлю Шефтера, конечно, и Арсения Тарковского. А у меня, кстати, вот, в загонку вопрос, как раз Михаилу Калоскову, в общем, на Тубе играет все лучше и лучше, но, не знаю, слышит он ли, что поется при этом, и у него, наверное, тоже есть свои собственные предпочтения. Михаил, что у вас с предпочтением? Ну, я, конечно, слышу, что поется, не всегда, конечно, запоминаю, но слышу. Ну, кроме двух присутствующих ныне авторов, что еще читаем? С удовольствием. Ну, вообще-то, у меня с предпочтением очень всегда сложно, то есть, я не могу назвать свой любимый цвет, свой любимый цветок, свою любимую марку автомобиля. То, что вот в данный конкретный момент подходит к моему настроению, к моему восприятию, то и читаю. То есть, я не могу назвать своих куньеров. Ну, вот, да, вот два сидят в куньере. Вот так вот денешься. Когда в продолжение, другой вопрос. Вот у гитаристов, опять же, часто спрашивается, а вот, ну, сол-гитариста, да, например, кто для вас там вершина, там, вспоминает, там, Запу, Рябова, там, и так далее, да? Туба специфический такой инструмент, но, тем не менее, есть же, наверное, там какие-то такие авторитеты, от которых вы можете нам поверить. Да, безусловно, есть авторитеты, но я бы не сказал, что я хочу быть конкретно похожим на какого-то авторитета. Ну, это, кстати, никто не хочет похожего. Да, ну. Хочет свою, как бы, какую-то... Ты уверен, что никто не хочет похожего? Как правило, такие люди не очень интересны, которые хотят быть похожими, да? Не интереснее, когда человек пытается быть личным, самодостаточным. Да, просто я думаю, что если я буду перечислять какие-то персоналии, то вряд ли кто кому-нибудь о чем-нибудь скажет. Вот, но, в принципе, если посмотреть, поискать, если кому-то интересно, то есть. Ну, пару фамилий, потому что я, например, хочу поискать, мне интересно. Ну, вот, например, много кому известной группе Blood, Sweat & Terrors играл такой тромбонист и тупист Дэй Бэджерон. Там есть одно фантастическое соло. Вот, также, Боб Стюарт, Джим Сэл. Записывай. Записывай. У меня больше записывайся, я бы там... Пойки замечательно играет Пэт Шеридон. Вот, но они все очень разное направление тубисты, то есть от классики, тут фри джаз, какой-то традиционный джаз. С Калтрейном играл тубист Рэй Драктер. Ну, наверное, он подрубил, но все-таки пригласил, потому что он очень специфический тон для вас соло. Ну, поскольку я люблю Калтрейн, и для меня это уже знак. Спасибо. Еще вопросы? Людям трудно задавать вопросы, поскольку пластинку они не слышали. Расскажите краткое содержание. Клип Калаши Павлович, где и как появилось? Это вопрос к нашему товарищу Дмитрию Лавриненко. Да, вот как раз автору, наверное, автору, наверное, автору клипа Дима. Я про клипу скажу такую вещь. Опять же, вы сочетесь на крайне недовольном или жужжащем все время, да, про клип. Когда мы пришли на съемку клипа, допустим, на воскресенье, рано утром, а клип, ну, это как веткино. Вот, но все действие началось чуть позже, чуть позже, это часов через пять, наверное, да. Опять же, благодаря нашему великому гдену, Сергею Васильеву, который не мог все нормально сделать, да. Ну, не важно, и он еще пригласил Сергея, не знаю почему, ведомо-неведомо, 27 детишек разных возрастов, трех, наверное, да, и чуть выше лет, которые там в клипе... Там были и 10-летние кабанчики. Да, и 10-летние кабанчики были, это сейчас я подробнее расскажу. И идея клипа была такова, ну, там еще не буду рассказывать, там школа некая, я учитель, я обижаю там учеников своих, последний ученик, которого я обижаю, это Дмитрий, вот, он на меня напрыгивает, за ним напрыгивают еще, сколько-то молодцев наших, на меня, естественно, то есть валит меня столько, напрыгивает, а сверху еще навалится 27 детишек. Вот, все было бы прекрасно, если бы не было несколько дублей, я после первого вообще чуть не вымер, извиняюсь за выражение. Я сама смешная, что когда, опять же, тоже Сергей Васильевка пройкает, наверное, во дворе, вот, предупредил детей, что им ни в коем случае не трогать, не драться, не царапаться, все дети, которые, по крайней мере, ко мне были близки, один мальчик живота мне давил на голову, другой, девочка царапала мне лицо, кто-то мне оплевался. Такая просто не могла не послужить сигналу. Да, 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 ну, это все, это дети, да, вот, то есть несколько дублей, ну, я спокойно, как бы, ну, все, снялся, тяжело, конечно, там, на следующий день у нас концерт, Сергей был вообще перепуган, я думал, что, как бы, трагический, в общем, трагический момент случится, но, в конце концов, когда я узнал, что этот фрагмент в клип не вошел, я не знаю, благодаря кому, потому что тут тоже неизвестно, кто сказал, что не надо, то есть один человек говорит, там, я ничего не говорил, в общем, не вошел, но, я не знаю, по-моему, да, что-то два варианта будет, да, для детей, потому что они все пришли праздничные, там, с родителями, было очень мило, там, девочкам подарила, там, одуванчик, скажем так, какой-то мальчик картинку нарисовал, там, все дорого, конечно, но, обидно бывает, когда кино снимаешься, и не входит в кадр, это очень, конечно, плохо. Ну, шрамы-то остались? Шрамов не было, да, слава богу, вот, а автор всего великолепия, это вот Дима Лорене, который вот здесь, вот, предназначен, нацелил свою камеру, как обычно. И, кстати, завтра, не знаю, открывать, не открывать, сколько будет камер, 9, 10, 15, в общем, завтра на конце-то будет ручить грабанное количество камер, и все так и сниматься. Дима Лорене, спасибо большое. Он, на самом деле, делает все начало с клипа, но, на самом деле, это будет некий фильм, который уже делается в годы 4, если не 5, но я считаю, что это будет очень суперский материал. Спасибо большое. Так, а на какой песне это? Кандаши и палочки. Это Кандаши и палочки, причем, когда... Не вошло. Он дежаил, об этом он говорил. И самое... Ты выходил, как раз. Самое главное, что действительно за Олега было страшно, потому что взрослые, они имеют какую-то жалость. Его, как бы, хоть валили, но пытались как-то прикрыть своими телами и так далее, и так далее. А дети воспринимают исключительно игрушку, которую надо быстро разобрать. Всеми доступными. А вот у меня вопрос геометрии, наверное, будет ли переиздание бэк-каталога аукциона? Потому что, мне кажется, что Мистерия звука не очень качественно переиздала старые альбомы. Вот, будут ли переиздания? Ты ответишь, или я? Правильно написал. Я должен ответить. Ну, хорошо. Это больше, наверное, вопрос к Владиму, но бэк-каталог готовится очень активно. В том плане, что мы его, вот, как сказать, ну, совсем не в пику Мистерии. В свое время они сделали то, что могли, быстро издали и так далее. Мы издаем медленно, но очень тщательно. То есть мы мало того, что хотим каждый альбом, насколько это возможно, каждый альбом, насколько это возможно, восстановить в его первоначальном звучании. При необходимости перезвести, где есть исходники. При, ну, почти всегда есть некоторая необходимость какого-то ремастеринга. Но всегда очень много обнаруживаешь интересных материалов, которые параллельно существовали, или в это время снимались, или в это время были какие-то выступления, еще какие-то материалы. И если их сейчас не издать, то они просто, ну, имеют шанс раствориться в истории навсегда. Ну, какие-то фотографии у каких-то фотографов, которые давно уже не фотографы, лежат на антресолях, их надо вытащить, этих фотографов заставить стихнуть. Ну, пару примеров только приведу вот этой работы, которую мы делаем. Например, в свое время на клип «Моя любовь» снимал... Вернее, клип на песню «Моя любовь» снимал Федор Бондарчук. Ну, с командой. Молодой еще тогда очень режиссер. В группе то, что он сделал, не очень понравилось. И, ну, в итоге тот материал так перемонтировали, сделали так, как группе на тот момент казалось интереснее. Но нам, в свою очередь, хотелось положить обе версии. Мы нашли Федора Бондарчука. Выяснилось, что первоначальный материал сохранился. И нам он уже передан. Поэтому в бонусе к этому альбому будет, соответственно, два варианта. Примерно такие поиски. Или, скажу так, первые два альбома, аукцион «Добсервер» и «Вернись в Торренто», они выходили, ну, скажем, в свое время, конечно, как магниты альбомы. А потом, когда их уже печатали как DVD, это уже поиск ушел. В группе это было не очень интересно. Точнее, как CD, конечно. В группе уже было не очень интересно. Поэтому доляпнули обложки. Ну, какие были, какие в голову пришло. А сейчас мы связались с Кириллом Миллером, тогдашним штатным, можно так сказать, художником группы. Попросили его восстановить задники к концертам, которые он делал. На этом материале создать или воссоздать те обложки, которые могли бы быть у этих альбомов. Эта вся работа проведена. Эти обложки есть. И вот в ближайшие, до конца этого года, что-нибудь из этой серии переизданий точно будет. Не буду открывать там много секретов. Но, к сожалению, это медленно получается. Но просто быстро это делать смысла нет. Просто напечатать никому не надо. Увидите. Надеюсь, порадуетесь. Павел, то есть ты делишься инсандерской информацией, да? Ну, обладаю. Почему не поделиться? А нет, у меня, между прочим, вот тут уже такой диалог. Вот там стоит жёлтая книга Дмитрия Азерского, поэтическая. Так получилось, что мы стараемся такие вещи, а уж тем более о том, близкая нам группа, чтобы была какая-то презентация. Но не получилось, не сложилось, книга у нас появилась. Дима приехать в тот момент не смог её презентовать. Сейчас вроде как уже не совсем новьё. Но мы очень надеемся, что что-нибудь новое. И вроде бы должно быть, да? Дима, об этом и говори. Так вот я и пусть он расскажет. Очень редкие недели через 2-3 у меня выходит книжка. Там будет повесть небольшая. И всем известная пьеса «Последнюю минутку», которая там очень много вошла в разные версии аукционов. Мы можем попросить публичное обещание её здесь представить? Рома декабря? Ну, почему же? Ну, всё-таки аукцион бывает в Москве, а конкретно Дмитрий Азерский может быть даже и чаще. Ну, я думаю, конечно. А у меня вопрос, кто-то спрашивает. А где моя книжка «Ворога» у вас? Да я знаю, как вы продаёте концерт, а в магазине почему нет? Если её сейчас нет, могу только, значит, раскупили. Это хорошо. Поправим это дело. Всё. Ну что, курить?